всем большой привет и сегодня мы с вами поговорим про жилье в хельсинки про цены про то как искать квартиру где искать и самое главное как подготовиться к осмотру квартиры в конце видео я устроил небольшой тур по своей квартире чтобы вы имели представление о хельсинском жилье я знаю что во время лета многие будут переезжать в хельсинки из других городов и если вы один из таких людей думаю вам будет полезно сразу скажу что в этом видео я не буду затрагивать студенческое жилье потому что с ним мне кажется ни у кого сложностей особо не бывает я сама 4 года прожила в общежитии и вот только в прошлом году переехала во взрослую квартиру сразу могу сказать что процесс поиска квартиры от общежития и квартира от арендодателя это вообще две совершенно разные системы поэтому в этом видео хочу рассказать немного о своем опыте о своих ошибках и чтобы вы знали к чему быть готовыми если вдруг переезжаете в хельсинге или если вы переезжаете из общежития в квартиру в хельсинге вообще процесс поиска квартиры похож на многие другие столицы единственное что здесь поменьше конкуренции чем скажем в берлине или в нью-йорке и тут также весь поиск абсолютно бесплатный в то время как скажем в том же самом нью-йорке нужно платить брокеру определенную сумму за то чтобы вам показали квартиру которую вы хотите снять вот здесь это абсолютно бесплатно и здесь также не бывает такого что на одну квартиру очередь по 100 человек как это например бывает в берлине так что в этом плане хельсинки искать квартиру дешевле и меньше конкуренции и так где искать квартиру существует на самом деле не так уж много способов основные два это сайты от риэлторских компаний сайты от арендных компаний риэлторские квартиры это квартиры которые можно снять в аренду или купить то есть у риэлторов есть определенное количество квартир по всему городу и вот они пытаются либо продать их либо сдать какое-то время для таких квартир существует несколько сервисов например сайт коем или ремикс арендные квартиры купить нельзя под такими я подразумеваю компании саду и луму и большое преимущество таких квартир в том что за них не нужно платить депозит но про депозит еще поговорим чуть попозже в последнее время также появляется все больше сайтов которые объединяют все квартиры хельсинки в одном месте то есть вам не надо отдельно захотеть на сайт каждой компании для вас уже все собрали на одном сайте это сайты ойпатые и вокро ови там вы можете очень удобно сразу выбрать для себя район цену и размер квартиры такие сайты помогут вам сэкономить немного времени еще один способ это группа в фейсбуке я сама им никогда не пользовалась но знаю что некоторые именно так находят себе квартиры вы заходите в группу хельсинки торе например или торе своего района пишите туда небольшое представление себя прикрепляйте свою фотографию и ждете пока он кто-нибудь напишет я на самом деле не знаю насколько эффективен такой способ потому что здесь вы не знаете как долго вам придется ждать пока вам кто-то напишет и в общем это такой неоднозначный метод но я думаю что стоит попробовать если вам срочно нужна квартира вы нашли квартиру которая вам подходит что делать дальше дальше вы пишете арендодателю и договариваетесь об осмотре квартиры по афински это называется вы должны забронировать определенное время в которое вы придете и посмотрите квартиру такие осмотры могут быть персональными или в группах все зависит от того какое количество людей претендует на ту или иную квартиру то есть в моем опыте было такое что я приходила и одна смотрела и было такое что я приходила с пятью другими людьми и у нас прямо на месте возникало такое скажем интервью как подготовиться к осмотру осмотр квартиры на самом деле очень похож на собеседование на работу то есть вы приходите в новое место осматриваетесь общаетесь с арендодателем отвечаете на их вопросы и задаете какие-то свои вопросы подготовиться к осмотру можно записать для себя заранее например в телефон что для вас самое главное в жилье это например могут быть соседи двор ремонт и так далее я обычно обязательно спрашиваю про капитальный ремонт потому что вы не хотите заехать в новую квартиру а через неделю у вас все окна перекроет потому что начнется покраска фасадов можете также взять с собой на осмотр измеряющую рулетку или что-то что позволит вам измерить размер площади для своей мебели чтобы потом не было такого что оказывается ваш диван никуда не помещается также можете взять с собой заполненный и распечатанный осмотру хокомес это заявка на квартиру в которой указаны все ваши данные таким образом арендодатель точно вас запомнит и как бы вы автоматически попадете в приоритет на эту квартиру темплейт на заявку я оставлю в описании как проходит отбор после того как пройдет осмотр квартиры арендодатель будет выбирать так скажем победителя на что они обращают внимание первую очередь это ваш доход и ваш кредитная история потом они также могут посмотреть на семейное положение то есть арендодателям выгодно чтобы человек который снимает квартиру остался в ней жить на как можно дольше поэтому как мне кажется арендодатели не очень любят подростков или молодых каких-то людей потому что они очень нестабильные любой момент могут съехать или еще что-то и третий момент это они посмотрят на то как вы себя вели во время осмотра конечно на какую-то личную симпатию они также могут ориентироваться то есть если вы вели себя очень вежливо задавали какие-то интересные вопросы во время осмотра они вас точно запомнят и будут иметь в виду при отборе и если вы не получили квартиру с первого раза это нормально потому что никто не получает квартиру с первого раза поиск жилья это довольно долгий процесс и будьте готовы к тому чтобы ходить по квартирам не одну и даже не две недели вы получили квартиру что дальше после того как вы прошли все этапы отбора и арендодатель решил что вы именно тот человек который должен начать в этой квартире вам позвонят либо напишут email о том что ура поздравляем вы получили эту квартиру и после этого вам нужно будет заплатить депозит депозит обычно составляет сумму двух месяцев проживания в этой квартире то есть скажем если один месяц аренды стоит 1000 евро то вам придется заплатить депозит 2000 евро и в итоге перед заездом вам придется заплатить депозит и первый месяц аренды то есть скажем если аренда в вашей квартире составляет 1000 евро то перед заездом вам придется заплатить 3000 евро Также хочу сказать, что сейчас существует несколько сервисов, которые позволяют оплачивать депозит кредитной системой, то есть вам не нужно платить всю стоимость депозита одноразово, а вместо этого вы можете подписать контракт и поделить стоимость депозита на несколько месяцев. Но не все арендодатели согласны на такую систему, то есть в основном вас попросят заплатить именно весь депозит одноразово. И если у вас, например, нет денег на то, чтобы платить 2000 или 3000 евро за один раз, то вы можете попробовать договориться с арендодателями на вот такие вот сервисы, которые помогут вам платить раз в месяц за аренду. Но опять-таки скажу, что не все арендодатели на это пока что идут. Вам также нужно будет подписать контракт арендодателя, обычно он приходит в электронном виде или иногда нужно будет прийти непосредственно в офис и поставить подпись там. И вам также назначат дату, когда вы можете забрать ключи от своей новой квартиры. Ну и пару слов про цены. Цены на аренду в Хельсинки, конечно, огромные по сравнению с другими городами. Например, если в Тамборе за 700 евро вы можете снять полноценную квартиру в центре города, то в Хельсинки за эту же стоимость вы снимете небольшую студию за пределами центра. Конечно, цены также отличаются в зависимости от состояния дома, в зависимости от района, в зависимости от дополнительных услуг, которые предоставляет этот дом. Например, в некоторых домах, точнее в большинстве домов в Хельсинки есть сауна и прачечная, которая, как правило, идет за дополнительную стоимость. То есть также практически во всех случаях вместе со стоимостью аренды вам прилагается место на чердаке. То есть это небольшая такая комнатка, в которую вы можете поместить какую-то свою мебель, которую вы не хотите хранить в своей квартире. Или просто какие-то вещи, для которых нет места в квартире, вы можете поместить вот на чердаке или в кладовке. Она из себя представляет небольшую комнату, примерно 2 на 2 метра. Также всегда автоматически вместе с ценой на аренду идет парковка для велосипедов, но парковки для машин, например, обычно не предоставляются. Что ж, давайте я, наверное, покажу вам свою квартиру и расскажу, сколько она стоит и какие в ней есть удобства. Итак, добро пожаловать в эту небольшую, скромненькую, 2-комнатную квартиру. Опять-таки повторюсь, что это весьма примитивное условие, и большинство людей, которым по 20-30 лет, живут в фельсинке в очень похожих условиях. Между прихожей и первой комнатой у нас находится такая вот небольшая кухня, буквально 2 метра в длину. И в ней также есть окно во вторую комнату. Кухня небольшая, но в ней, в принципе, все помещается. Тут есть холодильник, плита, раковина, естественно, и кухонный гарнитур. Дальше заходим в первую комнату. Это такая гостиная слэш музыкальная комната слэш мой офис. Здесь у нас находятся все музыкальные инструменты, вертушки, пластинки и диван. Также, что было примечательно, здесь, когда мы уже заехали, были вот эти вот шторы. И также в этой комнате находился большой гардероб, такой большой шкаф. Дальше проходим во вторую комнату. Она чуть побольше, чем предыдущая. И здесь, посреди комнаты, находится вот такая вот проволока, что ли. Она здесь тоже была, когда мы сюда заехали. И поэтому мы решили на нее повесить вот такие вот шторы, которые позволили поделить всю комнату на два пространства. То есть теперь здесь есть такая отдельная зона для кровати, спальная зона. А с левой стороны такая более столовая и рабочая зона. Ну и, конечно, здесь есть небольшой душ, совмещенный с туалетом. Квартиры практически во всей Финляндии сдаются абсолютно пустые. То есть за стоимость аренды вы получаете просто четыре белые стены и все. То есть все, что вы получаете, это голые стены и иногда шкаф. Но при этом кухни всегда полностью оборудованы. Всегда есть плита, холодильник и вся кухонная гарнитура. Квартира, в которой живу я, стоит 950 евро в месяц. И дополнительно нужно также платить за воду и за электричество. У нас здесь нет никаких дополнительных удобств. Тут нет сауны, тут нет прачечной. У меня даже нету балкона. Вот. Из дополнительных, так скажем, удобств здесь есть только небольшой дворик, на который можно выходить и делать гриль или просто проводить там время. Что ж, спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам было полезно. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу жилья в Хельсинки, задавайте их в комментарии. Подписывайтесь на канал. Новые видео выходят каждую пятницу. И увидимся. Пока.